Беспокойной весной Тополя, тополя И не свистся вам вместе со мной Жена называла его Чудик Иногда ласково Он обладал одной особенностью С ним постоянно что-нибудь случалось Он не хотел этого, страдал Но то и дело влепал в какие-нибудь истории Мелкие, впрочем Но досадные Вот эпизод одной его поездки Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал Лет двенадцать не виделись Долго собирались До полуночи А рано утром Чудик шагал с чемоданом по селу На Урал, на Урал, на Урал, отвечал он на вопрос, куда это он собрался Прошвырнулся, прошвырнулся на ад Но до Урала было еще далеко Пока что он благополучно Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло одно Купить билет и сесть на поезд Времени оставалось много И Чудик пока решил накупить подарков племяшем Конфет, пряников Зашел в продовольственный магазин Пристроился в очередь Впереди него стоял мужчина в шляпе А впереди шляпы Полная женщина с крашенными губами Вы представляете, насколько надо быть грубым, бестаптным человеком Да у него склероз У него уже семь лет склероз Однако до этого ему никто не говорил идти на пенсию А этот, а этот без году неделю руководит коллективом А уже Александр Семенович, а не пора ли вам на пенсию? Нахал! Да-да, они такие теперь Подумаешь, склероз Шляпа подтакивала Чудик уважал городских людей Правда, не всех Хулиганов и продавцов не уважал Побаивался Подошла я в очередь Он купил конфет, пряников, три плиты, шоколада И отошел в сторонку, чтобы уложить все это в чемодан Раскрыл чемодан на полу, стал складывать Глядь А у людей в ногах лежит 50-ти рублевая бумажка Вы такая зеленая дурочка Лежит себе, никто ее не видит Чудик даже задрожал от радости Глаза загорелись В тропях, чтобы его кто-нибудь не опередил Он стал быстро соображать, как бы так Повеселее Поостроумнее сказать этим в очереди про бумажку Хорошо живете, граждане У нас, например, такими бумажками не швыряются Это же не тройка, не пятерка 50 рублей Полмесяца работать надо А хозяина бумажки нет? Решили положить бумажку на видное место на прилавке Сейчас прибежит кто-нибудь, сказала продавщица Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа Все это думал, как у него легко Весело получилось сказать У нас, например, такими бумажками не швыряются Вдруг Его точно жаром всего обдало Он вспомнил, что точно такую же бумажку И еще 25-ти рублевую ему дали в сберкассе дома 25-ти рублевую он сейчас разменял 50-ти рублевая должна быть в кармане Сунулся в карман Нету Туда-сюда Нету Мать твою Моя бумажка была Первый порыв был пойти и сказать Граждане, моя бумажка была Я их две получил Одну 25-ти рублевую, вторую полусотенную Одну 25-ти рублевую я сейчас разменял А второй нету Но только он подумал, как скажет это Как подумают многие Конечно, раз хозяина бумажки не нашлось Себе решил прикарманить? Нет Не пересилить себя Не протянуть руку за проклятой бумажкой Могут еще и не отдать Сняли с крышки Еще 50-ти Чудик Убитый своим искусством Которое не раз ему разъясняла жена Она даже раз ударила его шумовкой по голове Ехал в поезде Мелькали за окном в лесах Перевески Дерегения Входили-выходили разные люди Рассказывались разные истории Чудик тоже одно рассказал По какому-то интеллигентному товарищу Когда стояли в тамбуре, курили А у нас в соседней деревне Один дурак тоже Взял головешку и за матерью Она бежит от него и кричит руки Не обожги сынок О нем же и заботится А он прет на него пьяная харя На мать Вы представляете, каким надо быть Грубым, бестактным человеком Сами придумали Строго спроси легендный товарищ поверх очков Зачем? У меня за рекой деревня Раменская Интеллигентный товарищ Отвернулся от Чудика И больше с ним не разговаривал А после поезда Чудику Нужно было лететь местным самолетом Полтора часа И он решил написать телеграмму Жене Приземлились Редко сирене упало на грудь Милые груши, меня не забудь Васятка Составьте иначе Вы взрослый человек Не в детском саду Почему? Я всегда так пишу в письмах Ты же моя жена Письма Вы можете писать все, что угодно А телеграмма — это вид связи Это открытый текст Приземлились Все в порядке Васятка Приземлились Вы что, космонавт, что ли? Долетели — точка Василий — точка Ладно, пусть будет так Знал чудик, что есть у него брат Дмитрий Трое племянников А о том, что должна быть еще и сноха Как-то не думалось Он ее никогда не видел А именно она-то, сноха, все и испортила Весь отпуск Она почему-то Сразу не взлюбила Чудик Выпили вечером с братом Тополя Тополя Простите, а можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? Там ребятишки спят Вообще-то она хорошая Еще выпили Стали вспоминать Молодость Мать Отца А помнишь Хотя, чего ты там помнишь Сказал брат Дмитрий Грудной был Меня остали с тобой А я тебя зацеловывал Один раз ты даже посинел Попадал на мне за это Потом, правда, не стали оставлять И все равно Только отвернулся А я возле тебя И опять целую Черт знает, что за привычка была А помнишь Да вы прекратите орать или нет? Кому нужно слушать Эти ваши разные сопли Да поцелуи? Туда же разговорились Пойдем-ка на улицу Вышли на улицу Сели на крылечко А помнишь, как ты меня? Но тут с братом Дмитрием Что-то случилось Он заплакал И стал колотить кулаком по колену Вот она, моя жизнь Видел? Сколько злости в человеке Сколько злости Чутик стал успокаивать брата Брось Не расстраивайся Не надо Никакие они не злые Они психи У меня такая же Чего вот она не взлюбила тебя? За что? Ведь она не взлюбила тебя А за что? А-а-а Вот за что За то, что ты не ответственный Не руководитель Знаю я ее дуру Помешалась на своих ответственных А сама-то кто? Буфетчица в управлении Шишка на ровном месте Она и меня тоже ненавидит За то, что я не ответственный Из деревни А в чем дело-то вообще? Если хотите знать Почти все знаменитые люди Вышли из деревни Газеты надо читать Что не знаменитость Понимаешь? Так выходец из деревни Рано пошел работать Насколько я и доказывал Что в деревне люди лучше Не заносчивые Ты Степана Воробьева помнишь? Ты же знал его Герой Советского Союза Или Максимов Илья Деревня, видите Да там один воздух чего стоит Как откроешь окно Как обмоет он тебя весь До того свежий До запашистый Травами разными пахнет Цветами разными А рано утром Брат Дмитрий ушел на работу Сноха тоже Дети постарше были в школе А младшего отнесли в ясну Чудик проснулся, умылся И стал думать Чтобы такого приятного Сделать снохе И тут ему на глаза Попалась детская колясочка А разрисую-ка я ее Подумал Чудик Он дома Так разрисовал кетч Что все дивились Нашел рыбячий краски Кисточку И принялся за дело Через час Все было кончено Коляску не узнать Поверху колясочки Пустил журавлика В стайку уголком Понизу травку-муравку Пару цыпляток Цветочки там разные Пару петушков Не колясочка, а игрушка Представил, как будет приятно Изумлена сноха А ты говоришь Деревня чудачка Ребеночек Как в корзиночке будет Весь день Чудик Ходил по городу И купил Катер племян Хороший катерок Белый С лампочкой Я его тоже разрисую Поздно вечером Чудик вернулся И услышал Что брат Дмитрий Ругается с женой Домой Чудик приехал Когда шел рясный парной дождик Чудик вышел из автобуса Снял ботинки И побежал Тополя Тополя Город мой Люблю А звали его Василий Егорович Князик Было ему 39 лет Он работал И на механике В детстве В детстве Обожал сыщиков и собак Мечтал быть Шпионом Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому